Привычная стройка кипит, про эту площадку вряд ли скажешь. Бетон здесь скорее плавится, как пломбир под жарким солнцем. Вместо привычного крана четыре металлические фермы. Бригаду строителей заменяет один оператор. Принтер, слой за слоем, в соответствии с этой компьютерной моделью, печатал так называемую несъемную опалубку, корочки такие. Вот они тоненькие, толщина их всего 4 сантиметра, 40 миллиметров. И потом эта оболочка, она заполнялась пенобетоном, вот здесь залит пенобетон, который как раз и дает теплоемкость этому зданию. Каркас дома таким методом построили всего за 4 дня, и это долго, отмечают разработчики. Следующий, почти в два раза больше по площади, планирует напечатать за 30 часов. В первом экспериментальном проекте главная задача была рассчитать себестоимость квадратного метра жилья, и она составила 20 тысяч рублей с учетом фундамента и крыши. Если сравнивать, например, с монолитным железобетонным строительством, которым мы привыкли видеть на многоэтажных зданиях, где формируется каркас здания, потом теплоемкие, вот эти ограждающие конструкции, этой технологии дешевле, потому что здесь больше автоматизация, меньше затрат на ручной труд, и самое главное преимущество – это возможность сложных форм. За кадром Александр Маслов признался, третий дом взбудоражит фантазию даже самого опытного архитектора. Он будет в виде кошки, играющей с кубиком. Презентация намечена на конец сентября. Экспериментальный участок под Туношной превратят в учебный центр. Здесь будут жить, работать и осваивать технологию специалисты и новички строительных принтеров. Мы выбрали это поле, заросшее вот таким молодым сосняком, и ни одного дерева мы здесь не тронем, но максимум мы расчистим место, может быть, для дорожек, которые проложим здесь. Не будем трогать траву, не будем стричь никакие газоны. Здесь растут грибы, земляника, и, наверное, это самое лучшее, что может быть около своего дома. Технологии уже давно заинтересовались во всем мире. Ярославскую компанию можно назвать пионером в этом направлении. Фирма продала уже около 150 строительных принтеров, причем 70% продукции уходит за рубеж. Одна из последних поставок была в Соединенные Штаты Америки. 12 экодомиков могут появиться здесь уже в следующем году, и это будет первый в мире напечатанный поселок. По сути, отправная точка грядущего бума 3D-технологий в строительном бизнесе. И расположена она всего в нескольких десятках километров от столицы Золотого кольца. Павел Волков, Сергей Ватин. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова